Библейский портал экзегет.ру представляет 104-й псалом читаю для библейского портала экзегет в перевозе российского библейского общества. 103-й псалом был про сотворение мира. И 103-й псалом начинался и заканчивался словами «Благослови душа моя Господа». Аллилуйя там еще стояла, что и есть, собственно говоря, «Благословитель Господа» на древнееврейском языке. Переводчик иногда это может так переводить. И 104-й начинается очень похоже «Славьте Господа, призывайте имя Его», но он не о сотворении мира, он о сотворении Израиля, израильского народа. Потому что вот есть такая большая глобальная картина «Все мироздание», а вот есть более узкая «Наш народ», который одновременно община верующих единого Бога. Итак, 104-й. Он длинный, и мы прочитаем его по частям. «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте народам о деяниях Его, пойте о Нем, воспевайте Его, проповедуйте о чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, довеселятся сердца стремящихся к Господу. На Господа, на силу Его уповайте, к Нему стремитесь всегда. Помните о чудесах, что Он совершил, о дивных делах Его и решениях. Вы, потомки Авраама, раба Его, вы, дети Иакова, избранника Его». Вот если 103-й был такой более медитативный, этот гораздо более похож на проповедь. Понятно, 103-й псалмопевец наблюдает природу, окружающую его размышляет о совершенстве и красоте этого мира, и за это благодарит Бога. А здесь прямо проповедь к израильтянам. Много глаголов. Славьте, призывайте, возвещайте, пойте, проповедуйте, хвалитесь именем Его, довеселятся сердца, уповайте, стремитесь, помните. То есть, что значит верить в Бога? А вот все это вместе. То есть, когда человек не просто признает его существование, да, но когда человек, во-первых, с ним в активном общении, призывают его, во-вторых, он это знание несет, возвещайте народам о деяниях Его, проповедуйте о чудесах, когда это не просто некоторые интеллектуальные усилия, но сердечные действия, веселитесь, стремитесь, помните. И вот все это вместе называется словом вера, да? А вовсе не интеллектуальное согласие с некоторым тезисом. Бог есть. Ну и там некоторые описания его качеств. И еще он обращается, ну, мог сказать, просто вы израильтяне, да? Он говорит, вы потомки Авраама Рабаева, вы дети Якова, избранника его. А почему? Почему вы вступили в эти отношения завета? Потому что вы потомки, это ваша семейная история. Вот сегодня все более популярно в нашей стране, но в других тоже, наверное, выстраивать свое генеалогическое древо, вспоминать о своих предках. И люди привыкли там гордиться. У нас есть разные форматы для этого. Рассказывать о том, что великого совершили предки. Это все довольно бессмысленно, если не добавить к этому одного. Я продолжаю то прекрасное великое, что они совершили. Я веду себя определенным образом, потому что я же их потомок. Потому что, ну, они же это начали. И выбирается, конечно, что-то славное. Я надеюсь, они позорны. Из их историй в жизни всякого человека есть любые страницы. И вот здесь вы потомки его раба и его избранника, Авраама и Якова. И, значит, вы ему служите, и вы несете на себе эту печать избранищества, которая заставляет вас вести себя определенным образом. Так, ну, хорошо. Славьте, призывайте, преповедуйте, веселитесь. А кто он? Абстракция или живая личность? А если живая личность, то что мы о нем знаем? Он Господь наш Бог. Вся земля подвластна суду его. Вечно помнит он свой договор. Слово, что заповедовал на тысячу поколений. Договор, который заключил с Авраамом. Клятву свою Исааку. Законом его сделал для Иакова. Договор его с Израилем вечен. Ну, Исаак, Иаков, Израиль. Это, соответственно, люди, которые... Иаков и Израиль одни и те же. Были потомки, один и тот же человек. Они были потомками... Предками, простите, израильского народа. И вот здесь они, собственно, вступили в эти отношения. Договор его с Израилем вечен. Он говорил, отдам вам землю Ханаана. Все она будет вашим владением. Хотя было их мало там, немногих скитальцев. Из страны в страну они скитались. Среди царств и разных племен. Но никому не позволял он угнетать их. И наказывал за них царей, говоря, «Не прикасайтесь к моим помазанникам, и пророкам моим не делайте зла». Вот история возникновения этого народа. Мы, как народ, говорит он, возникли из договора, из этого завета с Богом. Без него ничего бы не было. И этот завет заключается не просто в некотором тексте, но в том, как Бог нас защищал и за нас воевал, по сути дела. И призвал он голод на землю, и не стало у них хлеба. Он послал пред ними человека Иосифа, проданного в рабство. Цепи стиснули ноги его, железо сдавило горло. Но пришло время, сбылось предсказание его. Подтвердил Господь правоту Иосифа. Царь велел освободить его, отпустил его владыка народов, и поставил над своим владением, и вручил ему все, что было у него. Чтоб вельможам его он приказал, что пожелает. И старейшин учил мудрости. И пришел Израиль в Египет, переселился Иаков в землю Хамову. Бог сделал многочисленным народ свой, дал ему стать сильнее врагов. И возбудил он в сердце врагов ненависть к Божьему народу. Стали они замышлять зло против рабов его. Но он послал Моисея, раба своего, а Рона, своего избранника. Они вели его знамени, чудеса в земле Хамовой. Послал тьму, и страну объял мрак. Ведь повиновались они по велениям его. Речь идет о Египте. Здесь, конечно, земля Хамова, то есть земля одного из потомков сыновей Ноя. И народ этот самый переселяется в Египет. История Иосифа, рассказанная в конце книги «Бытия». И дальше история исхода, которую здесь тоже вспоминается довольно подробно, с чудесами, с египетскими казнями. И это развитие той же самой темы. То есть Бог не просто существует и помогает израильтянам, но он постоянно в это вмешивается, в их жизнь. И вот то, что происходит с ними, это его действия. Например, история египетских казней. По всей стране превратил воду в кровь и убил рыбу их. Земля их стала кишить жабами. Проникли они даже в царскую спальню. Он велел появиться оводом. Мошки страну наполнили. Он превратил дождь в град и в огонь палящий по всей земле их. Побил у них виноград и смоковницы. По всей стране поломал деревья. Он повелел и пришла саранча. Без числа рой за роем. И съела у них всю траву. И пожрала плоды на полях их. Он перебил в той стране всех первенцев, все первые плоды мужской силы их. И увел прочь серебром и золотом невредимыми племена Израиля. И Египет был рад, что они ушли. И такой страх был пред ними в Египте. А Бог сделал облако, завесы для них. Послал огонь, чтобы светить им ночью. По их просьбе послал им перепелов, хлебом небесным насыщал. Разверз скалу и потекли воды, потекли рекой по пустыне. Ибо помнил он слово свое святое. Обещание Аврааму. Рабу его вывел народ свой в радость, избранников своих в веселье. Он дал им земли других народов. И они наследовали труды этих народов. Так пусть теперь соблюдают законы его и хранят заповеди его. Аллилуйя. Вот краткий вывод. Это, собственно, проповедь и есть. Обращение к другим верующим, к израильтянам. Пусть теперь хранят законы его и помнят заповеди, соблюдают их. А почему они должны делаться? Вот ровно потому, что это целая история отношений. Вот почему надо, скажем, хранить верность супругу или супруге, или почему не нужно нарушать старые дружбы. А потому, что есть целая история отношений. Потому, что через очень многое вместе прошли. Потому, что много всего было и в благодарность этим людям. В знак надежности. В знак того, что они тебя не оставляли, и ты их не оставишь. Вот эти все вещи здесь и звучат. Вот точно так же история Израиля и Бога. Израильтяне не просто призваны хранить верность заповедям, соблюдать закон. Ну, дан он им сверху. Ну, вот у нас много всяких законов. Какой-нибудь налоговый кодекс нам дан. Ну, мы хотим, не хотим, должны его соблюдать. Если не будем соблюдать, нас оштрафуют. Или даже в тюрьму посадят за грубое, серьезное нарушение. Но здесь дело не в этом. Здесь дело не в наказаниях и не в наградах за нарушение соблюдения, соответственно. Дело в том, что это история отношений. Вот посмотрите, что для нас сделал Бог. Мы тот самый народ, с которым это все происходило. Можно долго это перечислять. Он это и делает здесь, псалмопевец. История Иосифа. Причем история Иосифа, она же еще про то, как зло обращено в добро. Иосифа братья продали в рабство. Насколько это отвратительное действие. Насколько печальными казались последствия. А все сбылось к лучшему. В результате Иосиф помог израильтянам, своим соплеменникам, пережить голод. Или вот то, что они оказались в рабах египтян, тоже обернулось к лучшему. И все это потому, что он помнил слово свое святое, обещание Аврааму. Соответственно, ваша задача помнить это обещание. Помнить ответное обещание, которое дали предки, и соблюдать его. Ну вот, всегда ли оно так бывает? 105-й псалом напомнит нам, что не всегда.